Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикнил и сами я, Артур и Диатурин. Китайские фондовые рынки рухнули по недельнику, при этом власти ограничили продажи без покрытий из-за экстремального перевеса продавцов из-за панических продаж. За время праздника скопилось очень много важной и при этом негативной рыночной информации, на которую нужно было отреагировать, что и произошло. Более 3000 акций достигли лимита дневного падения, чего на китайской рынке давно уже не происходило. Материкулы юань потерял более 1%, торгуется выше 7 юаней за доллар на фоне гребания видности со стороны Центрального банка и на фоне того, что монетарные меры поддержки экономики усилятся. Несмотря на шоковые меры по борьбе со вспышкой коронавируса, сейчас нельзя сказать, что ситуация находится под контролем. Растет число государств, ограничивающих гражданское авиасообщение с Китаем, что намекает на тяжесть положения, также намекает на чрезмерную реакцию тех быстрос, которые закрывают, будут так говорить, воздушные коридоры, говорят о том, что их медицина, их здравоохранение может быть не подготовлено к борьбе с вирусом. Все страхи выражены во падении цены от силы, сейчас это экономические последствия карантина, но пока не ограничены шоком внутреннего китайского спроса, так как производство, например, испытывает сезонный спад обычный в январе-феврале из-за празднования лунного Нового года. Число заболевших за пределами Китая растет медленно, это очень важно сейчас для рынков информация. Почему? Потому что она резко ограничивает круг, будем так говорить, той негативной информации, на которую стоит реагировать. Это позволяет сразу отбросить опасения того, что другие страны могут также объявить карантин, могут также пойти на беспрецедентные меры, что усилит опасения о масштабном экономическом шоке, который может получить глобальная экономика. Цены нефти стабилизировались в понедельник, как видно, после четвертой недели, которая завершилась также падением. Рынок сейчас реагирует на рост опасений, что часть спроса на авиационное топливо в связи с ограничением полетов в Китай будет безвозвратно утрачена в этом году. ОПЕК и партнеры организации сообщили, что переносит на февраль заседание, запланированное на март, и будут обсуждать, скорее всего, сокращение поставок. Сейчас есть ожидание, что картель может принять решение дополнительно ограничить поставки в связи с опасениями, что Китайский спрос просто не сможет потянуть, будем так говорить, текущее предложение. И это сейчас является мощным контраргументом к ставке на дальнейшее падение нефти. Американский сорт VTI, скорее всего, сможет отстоять в крутосрочной перспективе поддержку на уровне 50 долларов за баррель, так как кроме позитивных ожиданий относительно сокращения поставок картеля, рынок сейчас может отыгрывать идею, что пик панической реакции пройден, а паническая реакция у нас как раз-таки закладывает экономические последствия карантина. Золото сейчас торгуется в нейтральном режиме, продажа возобновляется здесь после коррекции в понедельник. Сейчас, будем так говорить, наблюдается некоторый отлив после того, как золото в пятницу совершило поход к отметке 1600 долларов за тройскую унсу. Это может быть о том, что некоторые страхи, некоторые негативные прогнозы на выходные, которые рынок ожидал, они не материализовались, и поэтому в понедельник последовал откат, который мы наблюдаем. И, скорее всего, он продолжится. Ключевые моменты в понимании разницы между реальным процессом распространения вируса и статистики, которые мы имеем, я бы хотел отметить несколько из таких моментов, которые позволят как раз-таки лучше понимать на то, когда все-таки может последовать обратная реакция к бегству от рисков, которые мы набрали в последнее время. Итак, первым моментом, который бы я хотел отметить, это то, что какова бы ни была скорость распространения вируса, статистика, которую мы наблюдаем, это есть только подтвержденные случаи. Скорость выявления зараженных имеет некоторый предел, так как это пропускная способность медицинских учреждений, медицинского персонала, лаборатории, которые тестовые результаты. Она ограничена, как ограничена скорость производства медицинских тестов, материалов для проведения тестов. Второй момент, это то, что задержка в получении результатов теста, возможно, сыграла ключевую роль в распространении нового вируса. Дело в том, что выявить коронавирус позволяет лишь специальный тест, и на первых этапах вспышки, на первых стадиях вспышка проводилась только в специальных лабораториях. В Пекине транспортировка биологических образцов, проведение тестов и получение результатов занимало время. Идеально это было 3-5 дней. И теперь становится понятно, что, чтобы исключать неопределенность, с этими подозрительными случаями власти совершили жесткие и бескомпромиссные поступки, приняли беспрецедентные меры по объявлению карантина в целом, в огромном многомиллионном городе, в Ухане. Позже тесты начали проводить уже лаборатории в провинции Хубы, однако получение результатов по лучшему случае также занимает 1-2 дня. Из этого можно сделать вывод, что эффект карантина, который был объявлен 24 января, он будет в подтвержденных случаях, то есть данных, которые мы наблюдаем, он будет проявляться постепенно как раз в задержке, в обработке анализа, в задержке в диагностике заболевания. Из-за того, что число подтвержденных случаев продолжает растение, не следует сейчас делать преждевременный вывод, что карантин не работает, так как пик действия карантина, вероятно, мы сможем видеть лишь через 2 недели, тогда, возможно, экспоненциальная кривая роста числа заболевших, возможно, начнет все-таки, будем надеяться напоминать логарифмическую кривую в динамике заболевших от вируса SARS, который вызвал вспышку от эпичных глимоний. И поэтому сейчас может оказаться неэффективной и достаточно рискованная ставка на то, что бегство от риска продолжится, потому что эта ставка может оказаться поздней, в плане того, что это уже не будет соответствовать общему восприятию рынков текущей ситуации, поэтому сейчас, на этой неделе, в начале этой недели, стоит ограничиться ставками в активах, ставками на продолжение бегства от риска. На сегодня все, спасибо за вашу внимание, увидите сами в среду.